Друзья, всем привет-привет! С вами я, Татьяна Горнова. Сегодня у нас будет макияжное видео. Покажу вам большое количество новинок косметики. Попробуем на лице, на что-то оставлю отзыв. В общем, как всегда, будет много всего интересного. Если вам интересно макияжное видео, видео с перебиралками косметики, то, конечно же, оставайтесь со мной на канале. Подписывайтесь на него во всех возможных соцсетях. В моем телеграм-канале замечательном, где много всяких разных классов промокодов. В моем БК, которые я сейчас постараюсь вести более регулярно. В общем, везде вам буду рада. Ну и давайте начинать сегодняшнее видео. У нас сегодня не будет никакой запрещенки. Только то, что легко доступно в наших российских магазинах косметики. Чуть протруливается специальными предмакияжными салфетками. Вот, чтобы чуть лишнее снять с моей жирной кожи. И давайте уже будем начинать. В качестве праймера будет вот такой интересный праймер, который называется Moonlight Glow Primer от бренда Arrive. Они мне тут прислали пиар-рассылку, за что им большое-большое спасибо. Давно уже присматривалась к этому бренду, но пока что практически ничего оттуда не покупала. Вот, жалко только, что нельзя было выбрать в этой рассылке те продукты, которые мне были бы интересны. Поэтому что-то из того, что они мне прислали, мне прям было интересно и понравилось. А что-то я потом дозаказала самостоятельно. Но это мы с вами посмотрим в следующем видео, потому что я жду, пока мне из золотого яблока приедет еще кое-что, что меня заинтересовало. Чтобы уже полноценно снять обзор. Потому что, ну, кое-что есть, что мне хочется попробовать. И они мне это не прислали. Пришлось самостоятельно дозаказывать. Вот уже первую половину получила из золотого яблока, вторую ждем. Что касается этого праймера. Он дает достаточно неплохое такое подсвечивание на лице. Тут, наверное, требуется какой-то более подробный сроч. Наверное, сделаю подсъем сейчас на телефон. И покажу вам поподробнее. Текстура такая нежирная, водянистая. И есть такое легкое жемчужное подсвечивание. И знаю, что люди сухой кожей его очень любят. Тут есть какой-то микро-шиммер, который обычному глазу не уловить. Но такое легкое здоровое свечение на лице появляется. Продукт неплохой. Немножечко чем-то пахнет. Сложно сказать чем. Какой-то парфюмерный легкий-легкий аромат. Но уже через 10 минут запах выветривается полностью. Движемся дальше. Теперь время наносить тональную основу. Я тут готовлю еще, помимо видео про Arrive Makeup, готовлю видео про бренд Clio Корейский, потому что он мне очень нравится. И ничего они мне, конечно же, не присылали. По-моему, они вообще с блогерами не сотрудничают. Но у меня уже с самим собой накопилось большое количество различных продуктов от этого бренда. Поэтому я решила их попробовать самостоятельно. Мне до полноты картины, чтобы сделать полноценный макияж, вот как раз не хватало тонального крема. И я заказала, посмотрите, какую симпатичную миниатюрку. Этот же тональный крем есть в большом размере, по-моему, 30 мл. А у меня здесь всего лишь 13 грамм. В граммах и в миллилитрах. И это Full Cover Foundation. Ой, это, пардон. Full Cover Fondware Foundation. Она с PF30, PA++++. И это у нас тональная основа с более матовым финишем. Я, как обладатель жирной кожи, именно такое уважаю в первую очередь. Что мы видим? Покрытие прям какое я люблю. Тонкое, водянистое, которое не плотным слоем наносится, а таким легоньким, полупрозрачным. При этом, как мы сейчас с вами заметим, будет тон лица неплохо выравнивать. То есть всю красноту мою перекроет неплохо. То есть, ну не то, что прям прыщи, но какие-то красные пятнышки. Это все будет перекрыто неплохо. Ну а что уже осталось, да, какие-то более яркие нюансы. Мы это сейчас все с вами закроем до конца уже тональной основой. Плюс мне понравился, конечно, как travel формат 13 грамм. Неплохой вариантик. Единственное, как и все корейское, оно очень и очень светленькое. Это оттенок третий. Надо было брать четвертый, наверное, или даже потемнее. Если у вас, в принципе, смуглая кожа, то тогда вам даже, наверное, самый темный четвертый оттенок все равно будет светловат. И мы проходим мимо вот этого средства. Первый оттенок там будет, скорее всего, вообще оттенок белой бумаги. И лучше его не брать. Давайте теперь перейдем к консилеру. У меня, смотрите, два каких накопилось варианта. Первый это я заказала новый консилер Adobe. И также и Райф мне прислали вот такой зеленый корректирующий стик. У меня как раз на веки тут аллергия вылезла моя красненькая. Ну и тут, да, какой-то век немножко розоватый. Давайте мы посмотрим, как это будет все смотреться на веки. Конечно, лучше, наверное, было этот стик нанести куда-то на прыщик под тональные средства. Блин, наверное, уже поздно использовать. Я что-то про него забыла. Может, вот сюда еще добавлю, а сверху другим консилером перекрою. Тут у меня тоже какая-то краснота. Вообще человек склонный к краснению. И попробуем это все сейчас растушевать. Кисточка у меня от Verons Beauty. Покупала на Азоне. Классненький наборчик. Ну, да, что мы видим, что, конечно же, зеленоватый цвет неплохо перекрывает. Из плюсов вот у Райф точно так же, как у Клео. Это не супер цвет зеленки. Потому что я помню, что самые первые корректирующие корректоры, они были очень ярких цветов. И потом надо было еще дополнительно заморочиться, перекрывать это каким-то телесным оттенком. Не всегда это получалось. Здесь, слава богу, такого нет. Ну, для меня не сказала бы, что вот эти цветные корректоры это must have. Наверное, поиграюсь. Но я больше все-таки люблю, если уж у меня где-то какой-то нюанс возник, перекрывать это все консилером. Ну и давайте перейдем сейчас к консилеру уже Adobe. Здесь сразу могу отметить, вот в этом месте люблю поднаслоить, не очень удобный для меня формат. Это такой, ну просто носик, да, из которого самотеком вытекает средство. Бывает, оно само в тюбике чуть-чуть подвытекает. Бывает, оно делает это как надо. И когда надо. Я смотрю, бренд Евгения Ежовы развивается, чему я тоже рада, потому что у меня есть такой позитивный опыт с этим брендом. У меня было два хайлайтера. И я вот все подумываю купить третий оттенок хайлайтера, который называется Glow, с таким более золотистым свечением. Если у вас есть такой хайлайтер, напишите, пожалуйста, мне в комментах, он мне нужен или нет. Потому что я вот все сомневаюсь. Столько много, с одной стороны, у меня разных вариантов, но этот выглядит очень интересно. В стиле таких хайлайтеров от бренда She Glam или от Jeffree Star. Яркое свечение на такой прозрачной силиконистой базе. Мне, в принципе, этот формат интересен. По консилеру, опять-таки, очень тонкий, не сказать, что он кремовый. Под глазами он не сушит. Но и какого-то очень плотного перекрытия тут нет. Я даже не могу, правда, вспомнить, на что он похож. На что он похож. Потому что всегда хочется сравнить с каким-то другим вариантом. Но если мы берем, сравнивать вот с этим консилером, например, от Nars, которым я сейчас пользуюсь, то Nars более густой, более кремовый. Здесь же более водянистая и тонкая текстура. Мне кажется, оно будет из-за этого лучше смотреться на каких-то морщинках. Так, я не пойму, мне что ли надо. Притемнила экспозицию. У богатых блогеров камера, которая может это делать онлайн через приложение, мне приходится ставить на паузу. Так вот, здесь текстура более такая водянистая, меньше перекрытия, прыщи точно не перекроет. Но для более возрастной кожи вот этот консилер очень даже подойдет. Ну тут надо вот смотреть. То есть если у вас нет никаких ярких нюансов, ни прыщей, ни каких-то пятнышек, то, скорее всего, дом вам не нужен, надо проходить мимо. Ну а если у вас очень сухая кожа, при этом нету ярких каких-то нюансов под глазом, либо вы сначала используете какой-то корректор, например, как звезда-то, заглядывайте уже он у меня, вот такой, да, например, и хочется сверху нанести какую-то тонкую красивую текстуру для более, ну, такого хорошего перекрытия ваших нюансов, то, наверное, вот этот консилер можно использовать и наслаивать. Я не могу сказать, что я в восторге, любимым консилером для меня это не станет, но, наверное, такой консилер тоже имеет место быть для людей, у кого хорошая кожа, суховатая и возрастная, но нет каких-то там покраснений и прыщей. Переходим к следующему шагу. Следующий шаг у нас будет кремовые продукты, благо есть что показать, и здесь я прикупила новый стиковый корректор от Beauty Bomb в 0,2 оттенке. Когда-то, тысячу лет назад, это выходило в лимитированной коллекции с Наталиной, сейчас это вышло по другим названиям, там какое-то другое оно было, здесь оно теперь называется Beauty Romb, и я видела, опять-таки, в офшорцах ютубных, что изменился оттенок. Первый оттенок более светлый, лиловый, холодный и розоватый. Мне не нравится не то, что он был холодный, не то, что он розоватый, поэтому я первый оттенок брать не стала, я взяла второй, но второй он какой-то темноватенький. Я его даже боюсь, я его даже боюсь на щеку применять, может быть, вот так точками мы это сделаем, чтобы я не переборщила, то в последних видео у меня везде идет перебор по коррекции. И начнем это все растушевывать. Вот сегодня для растушевки вот такую кисть от Manly Pro, 117 оттенок, тысячу лет назад ее брала по акции, когда в Manly Pro такие просто огромные наборы своих кистей продавала за 5000 рублей, и это была очень приятная сделка. Ну а теперь использую вот эту конкретную кисть для кремовой коррекции. Видите, в принципе, в растушевочке неплохо все выглядит. На мой вкус только оттенок холодноват. Но я знаю, что я в меньшинстве, большинство моих подписчиков любят прохладные оттенки, и вам, наверное, этот оттенок понравится. Я в этом цвете также вижу небольшую краснинку, тоже мне не нравится. Вот. Ну что вам сказать? Как вы понимаете, два уже минуса я нашла, найду и третий. Этот стик, он достаточно тугой, сложный в растушевке. Я его еще и поэтому такими точками легенькими постаралась нанести, потому что я уже заметила, что если вот какой-нибудь вот такой полосой разносить, он может немножечко как-то застревать, залипать на коже. И, казалось бы, кремовая коррекция, наоборот, бриззана как-то супер натурально на лице смотреться по сравнению с сухой, то тут такого эффекта не возникает. Тут все начинает залипать, плохо тушеваться. В общем, пока что это не мой самый любимый кремовый стик для коррекции. У того же Love Generation или Нинель из бюджетных брендов получше варианты мне понравились. Но, в принципе, не такой уж он и плохой. То есть это какая-то троечка с плюсом. Наверное, можно купить за неимением лучшего, но сейчас на рынке много других очень достойных вариантов. Что еще хотела сказать из плюсов? Это то, что он не разъедает тональную основу. Переходим к румяшкам. Сегодня у меня будет Simi Haze Beauty. Я вам их уже показывала. Оттенок 4 каньон. И я сегодня использую, наверное, более матовый вариант. Потому что мой любимый. Не знаю, не очень я люблю вот это вот сияющее лицо. До сих пор на себе, видимо. Поэтому по большей части использую вот этот матовый вариант. А вот этот сияющий бальзамный очень хорошо смотрится. Прям поверх пудры. Он ее не разъедает. Если вам хочется влажности, такое красивое лицо добавить, то опять-таки вот эти румяшки Simi Haze для этой цели подходят. Здесь уже, видите, все тушуется прям здорово. Намного лучше, чем у меня тушевался кремовый стик с контуром. Поэтому конкретно Simi Haze респект у них получился. И классный кремовый контуринг. Точнее бронзер. И классные кремовые румяшки. Добавить что-то, чуть-чуть влажного. Давайте вот сюда прям под глаз нанесу. Переборщила. Перебор. Немножко подрустовшивала чистой стороной кисти, чтобы не было вот этого переборчика. Ну, потом посмотрим, как дело у нас пойдет. Ну и последний продукт кремовой коррекции. Это кремовый хайлайтер. Мой первый кремовый хайлайтер в принципе в коллекции. И давайте его вам покажу. В отдельном видео про графику его тоже буду показывать. Потому что мне, как я уже и сказала, единственное, что мы здесь видим. У меня оттенок розовенький. Он называется... Он называется 06 оттенок. Здесь две стороны. Видите, он двухсторонний. С одной стороны блестки покрупнее. И они там погуще находятся. И с второй стороны более мелкие блестки. И в самой базе их не так много. Поэтому более такой полупрозрачный эффект. Давайте, наверное, сегодня нанесу со стороны, где они погуще нанесены. И их побольше находятся. Здесь также есть какая-то легкая... Ну, нельзя назвать ее доохромность, возможно. То есть в определенный момент есть такой отлив доохром на щеках. Это выглядит очень красиво. Этот продукт мне пока нравится. Но мне надо поносить его побольше. Потому что именно в кремовом хайлайтере у меня нет большого опыта использования. Поэтому вместе с вами тестирую. Второй раз его наношу. Есть у меня ощущение, что этот тон... Опять у меня куда-то делался этот тон от Клио. Некрасиво. Лицо, конечно, получается такое влажное, красивое. С кремовым хайлайтером. Но мне, как обладателю жирной кожи, надо все-таки определенные зоны припудрить. Иначе, начиная выглядеть я слишком сияющая, мне это не нравится. Новой пудры у меня, к сожалению, нет. У меня есть вот такой наборчик от бренда Crystal Minerals. И здесь у них чего только не находится. И тональная основа матовая. Консилер, румяно-сатиновый, хайлайтер, бронзер сатиновый. Оттенок здесь Light Beige. В золотом яблоке других оттенков не было. И, если честно, тут все суперсветленькое. Настолько светленькое, что мне даже подмывает смешать самую светлую матовую здесь тональную основу с бронзером. Что-то такое придумать. Хотя из моего продукта здесь довольно достаточно немного. То есть, вот видите, такие баночки, как у Тамета Нука. Надо сейчас еще и схитриться это все нанести. Мне сейчас позвонили. Если из-за этого у меня сейчас сбилась моя камера, я, конечно, буду убивать. Итак, остановилась я на моменте, где хотела припудриться тональной основой сатиновой от бренда Crystal Minerals. Понятное дело, что тональная основа. Но мы ее сегодня нанесем вуальным методом. У меня есть другая в коллекции тональная основа от этого бренда. И там у меня этот момент прокатывал. Что если пушистой кисточкой наносить, то вот эти тональные минеральные основы, они выглядят как такая неплохая хорошенькая пудра. Я прям даже сейчас не поленилась, достала у себя их запасов. У меня тоже прям точно-точно такая же тональная сатиновая основа. То есть в точно таком же оттенке. Поэтому я, наверное, потом вот эту миниатюрку туда же добавлю, чтобы мне просто лишние баночки не лежало. Но почему я заказала этот наборчик? Мне хотелось просто познакомиться побольше с минеральной косметикой, попробовать их другие продукты. Например, тот же бронзер или консилер. Все-таки сейчас на жару. Может быть, мне такой вариант понравится. Вот. В качестве эксперимента. Поэтому мы с вами сейчас это и попробуем сделать. Давайте, ну хотя бы в качестве первого слоя попробую нанести этот бронзер. Не назвала я оттенок. А была матовая тональная основа. Это NM2. NL2 она посветлее. NM2 чуть потемнее. Но разница не такая уже принципиальная. Давайте теперь нанесем сатиновый бронзер от Crystal Minerals. Оттенок BR203. Конечно же, в этом сэмпле его невозможно никак достать. Поэтому я, наверное, его высыплю немножко в крышку от своего другого бронзера. Catrice, который мне безумно, кстати, нравится. Я уже много раз вам его хвалила и советовала. И мне уже не раз за него писали спасибо. Так, ну мы сейчас пробуем не его, а пробуем минеральный бронзер. Ой, а сколько, конечно, всего летит. Просто. Весь стол. Минус вот этой минеральной косметики. Вот еще в том, что здесь, конечно, у меня пока это аккуратненько пытаешься обмакнуть. У меня тут пол стола уже в этой пыльце. Так, ну и первый тычок лег немножечко залипательно. Давайте мы это теперь все растушуем. Что-то мне сегодня везде чудится краснинка. Легкая краснинка мне чудилась и в бронзере кремовом. И в этом тоже как будто есть такой легкий-легкий-легкий оттенок в краснинку. Но это не принципиально. Пользоваться можно, но, наверное, все-таки до минеральных бронзеров я не скоро дойду. Буду по-прежнему пользоваться своими сухими, запеченными, самыми любимыми. Потому что вот эта рассыпчатая текстура, она в качестве удобства использования немножечко проигрывает. Опять-таки вот все летит. Если чуть влажноватый был бы финиш, она может и залипнуть быстрее. Ну а так симпатично, да, выглядит, разнеслось. Вроде бы все неплохо. Все у меня какое-то лицо очень сияющее. И мне это не нравится. У меня уже комплекс такой человека с жирной кожей. Что мне хочется побольше, побольше мотирования. Не хочу я видеть этот жирный блеск. Ну точнее он мне тут не жирный. Я тут только что, как вы видели, все протерла. Все свое лицо. Жирности пока нет никакой, но он мне везде как чудится. Далее попробуем нанести сатиновые румяна оттенок B202. Они тоже какие-то очень прям нежненькие. Вот такие светленькие. Практически оттенка моей кожи, да, без тональной основы. Опять придется их куда-то высыпать. Ай, слишком много выспалось. Потом все это назад будем засовывать. И вот этой кисточкой от Ларты попробуем сейчас их нанести. Может быть я неправильные кисти использую. Может быть здесь нужны кисти как для тональной основы. Такие более плотно набитые. Вы видно этот туман, в котором мои щеки расходятся? Ну, особо ничего не поменялось. Давайте попробуем другой, более плотной кистью. Это кисть от Зоева уже. Ой, ой, ой. Конечно, оттенок светлее, чем моя, наверное, натуральная кожа. В растушевке может быть и ничего будет. Слава богу, у меня был еще нижний слой из кремовых румян, таких поярче. Поэтому здесь ничего такого принципиально страшного не произошло. Но, конечно, оттенок на мой вкус светловат. Сейчас модный такой акцент на щеке. С этим оттенком такого акцента не получится. Скорее, это просто выглядит как какой-то оттенок диатеза. Даже настолько мне не нравится этот оттенок, что я, наверное, сверху припрошу вот такими румянами Мак оттенок. Здесь уже будет Love Me, Like Me. Это тоже запеченные румяна. Такого персикового оттенка. Вот в нем я уже уверена. Он мне будет уже освежать, выглядеть поярче, потеплее. Здесь прям будет все красиво. Ну и, конечно, не хватает мне монтирования. Давайте чуть я больше замонтируюсь и вернусь к вам. Ну и остается нам попробовать с вами хайлайтер от Crystal Minerals. Что-то я уже особых надежд не испытываю. Ай, господи, как же неудобно их набирать. Но попробуем. Чуть-чуть обмакиваю свою кисть, какую-то китайскую, для хайлайтера. И попробуем это сделать. Набирается из-за этого неравномерно на кисть. Ну, сейчас я это все потушую. Ну, легенькое такое жемчужное сияние. Для тех, кто боится перебора. У меня здесь яркий свет. В жизни, я хочу сказать, это выглядит хуже, чем на камеру. Сияние здесь прям совсем, 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 совсем чуть-чуть. Даже можем сравнить сейчас с другим хайлайтером, который у меня здесь есть в наличии. Палеточка, которую я берегу для отдельного обзора, может быть, даже отдельного тиктока. Это RF Makeup. Вот в таких оттенках. Хотела сделать с ней тренд закатный макияж щек. И здесь есть хайлайтер. Господи, какой он яркий. Это просто... Кто хотел сиять из космоса, советую вот эту палетку. Потому что здесь, во-первых, и очень яркие... У нас кремовые продукты, то есть румяные. И вот этот полукремовый хайлайтер блёсточный, он такой яркий, что просто... Как вам? У меня, конечно, тут плоховато растушевано. Сейчас мы это всё с вами поправим. Но, конечно, не может не вызвать уважения такое сияние. Мне вот его даже, видите, приходится приглушать. Я вчера немного другой кистью наносила, но я всё равно обалдела, насколько это всё ярко выглядит. Что? Можно подытожить по Crystal Minerals, друзья. Здесь классные тональные основы сатиновые, которые можно использовать и как тональную основу с таким лёгким перекрытием, и как очень такую плотную хорошую пудру. Но в очередной раз поняла, что ни бронзера, ни румяна, ни другие продукты от этого бренда мне не нужны. По крайней мере, в рассыпчатой формуле. Как-нибудь уже эти я затрачу и больше покупать не буду. Очень неудобно. И да, это хорошо для кожи. Вроде бы вызывает меньше прыщей такая косметика. Но пользоваться крайне тяжело. У меня весь стол уже изговнякан в этом всём. И это меня, конечно, немножечко демотивирует. Давайте теперь перейдём к бровям. У меня тут два новеньких продукта для бровей. В первую очередь, мне, конечно же, хотелось бы вам в работе показать, как работает вот этот знаменитый гель от Pussy. У меня в обновлённой версии с розовым колпачком уже много посмотрела я обзоров, где другие девушки сравнивают. Старый гель с бежевым колпачком, вот этот с розовым. И многие, так же, как и я, принципиальной разницы не заметили в самом геле, что как старый неплохо держал, точнее, замечательно держал брови, так и этот держит. Большое спасибо производителю, что он прислушался к нам, пользователям. И теперь кисточка стала более такая упругая. И ей легко прилезать брови. Ничего больше не требуется прибегать к какой-то другой кисти. Потому что раньше она сама выгибалась, прогибалась. И это всё выглядело не очень симпатично. Приходилось, ну, что-то брать себе на подмогу. В общем, если вы увидите этот гель на скидках, искренне советую. Лучше из того, что сейчас есть на рынке. По крайней мере, из того, что я пробовала. Я давний фанат геля для бровей от Benefit. Но вот этот мне нравится даже больше. По крайней мере, вот эти зализанные модные брови волосок-волоску таким гелем создать проще, чем даже Benefit. И главное, что они очень комфортно носятся, эти брови. Иногда бывает слишком как-то всё забетонировано, что это становится как-то неудобно. Возьму немножечко старенького ещё геля от Pussy. Так как мне его теперь не очень жалко, то немножко приглаживаем пробор, чтобы у меня тут волосинки мои не оттопыривались. И мне такой был поаккуратнее. Переходим к нашему с вами любимому моменту, когда мы будем с вами красить глаза. Я тут подумала, что у меня такого новенького в последнее время было для глаз. Если честно, каких-то новых палеток пока нет. Мне тут в пути едет палетка от Arrive и палетка House of Kiss. Большую такую себе заказала на Золотом Яблоке, но они у меня пока не в доступе. Зато у меня в доступе однушки как раз-таки от бренда Arrive. Мне 4 варианта положили в разных текстурах. Мы с вами сегодня их все и попробуем. Итак, вот такие у меня оттенки. Два вот этих, буквы X и T, они такие глиттерные, сияющие, красивые, бежевый сатин и такой красновато-матовый. Сейчас что-нибудь мы сообразим, попробуем как-то это все нанести на века. Вначале, наверное, надо посвочить. Вот эта буква T, оно даже, в принципе, в качестве такого хайлайтера может сойти интересного. Салатовый оттенок у них тоже один из лучших, они им прям гордятся. Вот у нас какие красивые сияшечки. Вначале только нанесу базу под макияж от NARS. Видела, что ее снова подвозили в L'Etoile, тем более там работали какие-то промокоды. И мне сегодня попалось видео от блогера от C-Beauty. По-моему, так канал называется. Возможно, я неправильно произношу, но это так, как я, по крайней мере, прочитала. И она говорила, что у нее получилось вот эту базу под макияж от NARS купить за 1000 рублей при использовании промокодов. Поэтому, может быть, надо послеживать, выбранное заложить. И если вам такая база нужна, то она у нас периодически тоже появляется. Тем временем переходим, наверное, к матовому оттенку. Матовый оттенок у меня с названием L. Да, я тут еще не пояснила, почему здесь все называется какими-то буквами алфавита. Дело в том, что вот эта коллекция днушек, она у них так и называется. Алфавит. И там присутствует несколько различных финишей, как раз-таки, и матовый, и сатиновый, и глиттеры красивые. И, соответственно, каждому оттенку соответствует какая-то из букв латинского алфавита. Поэтому всего оттенков, как мы понимаем, у них сколько? 28? Сколько букв в английском алфавите? Я уже что-то забыла. Давненечко в первый класс ходила. Вот. Всем они хороши. Я пока пользуюсь, радуюсь. Они у меня туда и на столе, как такие оттенки-помощники лежат. Качество замечательное. Но не обходится без дно. У меня претензия к бренду E-Rive. Почему такие некрасивые сводчи? Потому что сводчи, те, которые предлагаются на маркетплейсах или там в том же магазине E-Rive.Gosh, это официальные сводчи бренда, сделаны на расстоянии 4 километрах. Я, как человек, который, особенно косметику, любит разглядывать так пристально, мне все хочется как-то поближе, получше разглядеть оттенки. Здесь этого сделать не выйдет. Сравним, да, мои сводчи, как выглядят и как официальные сводчи бренда. Там, несмотря на то, что оттенки правда красивые, качественные, тени шелка, и все красиво, и есть очень уникальные у них оттенки, на официальных сводчах этого не видно, и они мне, к сожалению, вот эти тени не продают. Я им даже коммент такой написала в Телеграме, что, ну, ребят, ничего не видно. Вот, надеюсь, когда-нибудь они пересмотрят вот эту свою фотосъемку для бренда и сделают что-то такое более симпатичное для продаж онлайн. Сейчас многие бренды уже научились очень классно фоткать. Мне всегда нравится, какие фото для своих продажных площадок делает бренд Наташа Динона. Там все замечательно видно, там крупные сводчи на все рука. Они, бывает, это еще фоткают на трех оттенках кожи, и действительно становится более-менее все понятно. Про эти оттенки здесь мне, ну, вот, вообще было ничего непонятно. Я бы, может быть, и хотела такой красивый, сияющий, зеленый оттенок еще и раньше, но я бы никогда не догадалась, что он есть у них в бренде, потому что, ну, вот, мне было непонятно. Так, чем временем? Я уже, видите, нанесла матовый оттенок L. Он мне супер прям понравился. Это такой замечательный оттенок. Для меня на каждый день буду с собой брать поездки. Бежевый, сатиновый подойдет, наверное, для людей, которые не очень любят красть, они хотят прибарщивать, но мне он не очень нравится. Просто из-за того, что я люблю что-то поярче. Сейчас он у меня нанесен на нижнее веко. Вот он такой, видите, принюдовый нюдец. Красиво бы смотрелся. Надо, в принципе, тоже его побольше разносить. Может быть, я еще в следующем видео вам и расскажу, что я в него влюбилась, потому что предпосылочки для этого есть. А вот этот салатово-сияющий оттенок X, он очень красивый. И сейчас мы его с вами на все веки нанесем. По поводу производства давайте расскажу. У них разные продукты, в разных странах производятся. Конкретно вот тени у них из Китая. По-моему, база сделана в Италии. Какие-то еще продукты тоже сделаны в Италии. Поэтому контрактное производство используют из разных стран. В этом ничего плохого нет. Вот. Я все жду, когда РФ выпустит все обещанные мультихромные карандаши. У них там, по-моему, должно быть 6 оттенков. Ждем, ждем, ждем. Обещали. Вообще изначально их весной, но из-за каких-то там задержек они пока еще не вышли, но скоро будут. Вот. Я, возможно, как появятся мультихромные карандаши, тоже у них буду. Их прикуплю. Красный оттенок у меня уже закончился. Мне надо обновить свою коллекцию. Итак, по теням. Как вы видите, это такой полупрозрачный, блесточный, красивый оттенок. Для однушки самое оно. Давайте еще в уголочек нанесем сияшечку. Это мой последний оттенок. Ти. Он серебристо, белый, искрящийся. Похож на, знаете, хайлайтер от Рианы. Надо как-нибудь его и попробовать нанести в качестве такого хайлайтера. У меня он раньше был. Он тоже красивый. Даже хочется его раскрыть как-то получше. Видите, он какой сияющий. Это оттенок Ти. Присмотритесь. Я не помню, какая у них цена, но если на вот эти однушечки от Ираев проходят какие-то промокоды, скорее всего, пару оттенков можно там прикупить. Особенно, если вы любите однушки. Посмотрим еще, какая у них придет палеточка. У меня большие надежды на нее. Вот, будем надеяться, что она тоже будет хорошая. Я тут вспомнила, что я себе брови то по-толковому не оформила. Давайте я их дооформлю при помощи маркера. Это Рилуи. Ультра-тонкий маркер для бровей на первом оттенке. Всем он хорош, кроме того, что он чуть темноват для блондинок. Уже очень красивый здесь сам маркер. Очень тоненький, удобный, пишет хорошо. На две брови хватает без передышки. Вот, очень его люблю. Но периодически использую совместно с моим маркером из Project Pen Love Generation. Киажик сегодня очень нежный, поэтому без стрелочки мы не обойдемся. Буду опять-таки использовать и подводку, и тушь от бренда Arrive. Как раз-таки получше мы их разглядим, как оно работает. По подводке у меня серенький оттенок. Опять-таки он будет не супер яркий. Побольше буду, наверное, про концепцию рассказывать в отдельном видео. И из приятного здесь на кончике также кисточка находится. Все, как мы с вами любим. Никакого фетра. Вот так получилось. Достаточно нежненько. Если вы любите более холодные оттенки на себе, мне кажется, вам еще зайдет. Из минусов у этой подводки... Так, фокус. Из минусов у этой подводки полупрозрачная жидкость внутри. Поэтому вот этот глиттерный оттенок она не перекрыла. У меня, например, многие другие подводки глиттерные тени перекрывают. Вот с этой такого не получилось, но все равно выглядит симпатично. Как-то она с цветом теней перемешалась. Попробовать, может быть, внутренний уголочек прорисовать. Почему я, во-первых, еще не делаю вот эту модную историю с внутренними уголками? У меня глаза аллергичные и особенно у меня чувствительно, я поняла, внутренний уголок. Он у меня чешется сильно чаще, чем весь остальной глаз. Поэтому даже просто нанести сюда подводку и не почесать это великое дело для аллергика. Сделала прям микро-микро стрелочку. Не хочу такой хищный глаз себе делать. И переходим к туши. Туши опять-таки будет от Arrive. Так сегодня получилось. Да, по-моему, никаких новых туш у меня больше нет. Поэтому будем использовать ее. Ну, два раза поиспользуем, да. Лучше увидим результаты в этом видео. И, возможно, через одно видео я буду снимать как раз-таки отдельно бренд Arrive. Там мы на нее тоже посмотрим. Как раз, может быть, уже будет другой эффект. Потому что здесь она у меня прям свежа к свежакам. Только вскрытая. там уже будет после пару недель использования. Возможно, она будет красить как-то по-другому. Так, давайте посмотрим, что это за тушь такая. Блин, я бы драла упаковку, представляете? Но все равно нашла, где написано Buildable Volume маскару. То есть, судя по названию, тушь предполагает собой, что мы будем наслаивать и наслаивать погуще. Давайте попробуем. Пока все идет неплохо. Не могу сказать, что это сразу какой-то вау-эффект, но давайте попробуем наслоить. Хороший, обычный тушь. Никаких претензий предъявить не могу. Пока все весьма неплохо. Она меня не бесит, не раздражает. Возможно, не самые густые ресницы, которые у меня были когда-либо в жизни, но действительно эта тушь такая объемная, придает ресницам толщину. Особенно при наслоении можно сделать такие очень заметные, пушистые ресницы. Вот. Поэтому все хорошо. Будем двигаться дальше. Так, теперь переходим к моей любимой категории, а именно помадок. У меня, как всегда, помад накопилось много. Давайте мы их поочередно все и попробуем, и посмотрим, как они выглядят на губах. Вначале сделаю контур при помощи карандаша Клио. Оттенок, насколько я помню, номер 3, но это толком нигде не написано. Надо было мне взять, возможно, более бежевый оттенок. Этот оттенок, он такой розоватенький, оттенок моих губ только поярче. Ну, с другой стороны подо все подойдет. Делает Клио эти карандаши не у себя в Корее, а в Чехии на нашем любимом заводе, который делает карандаши для Гуар, для Шик, и это качество чувствуется. Они, в принципе, такие же хорошие. Другое дело, что принципиально по цене от Шик не отличаются. Дороговатенько стоит, но цвет классный, мне нравится. качество знаменитое этого чешского завода, который тоже прямо на высоте. Так, опять у меня вот тут какой-то блеск идет. Так, первый продукт, который мне хочется вам показать, это блеск от Шик в коричневом оттенке. Этой весной всех захватила мания на коричневые блески для губ. Начала их, по-моему, Хейли Бибер, потому что у нее вышел такой коричневый оттенок, который называется Espresso в ее бренде Root. И после этого как-то все захотели эти коричневые блески. Даже достали каких-то старичков из окромов примерно в похожих оттенках. Я видела, что у Риана ее древний оттенок Chocolate, который тоже такой коричневатый, неожиданно начал очень классно продаваться. И молодец, Шик. Я, кстати, не поняла, почему остальные бренды так же не сделали. Мне было приятно, чтобы все бренды подтянулись к трендам. Очень быстренько сообразили и выпустили целых два оттенка коричневых блесков. И они у нее очень быстро продаются. Я помню, был сток на официальном сайте, я на него не успела. Потом был сток первый на золотом яблоке, я на него не успела. То есть буквально за два часа все продалось. И сейчас был сток на Озоне, и я варят, потому что людям не хватает коричневых блесков. Эти блески в классической для шик комфортной такой полумасляной формуле, не липкой, очень такой тоненькой, комфортно ложится на губы. Мне кажется, будет даже чуть увлажнять суховатые губы. Так, все сейчас донесу и уже буду рассказывать. Вот. Тонко ложится, абсолютно не склеиваются между собой губы, красиво, полусочку не затекает внутри этот блеск. И оттенок, как вы видите, очень трендовый, очень модный. Все с ним хорошо. Но есть опять-таки и критика этого оттенка. Я видела, что те девушки, у которых есть вертикальные морщинки на губах, этот или горизонтальный опять-таки по центру губ морщинки, этот блеск может туда западать или может быть в шелушении какие-то и лежать там такой коричневой полоской. У меня есть морщинки естественные у меня на губах, но видимо они не такие большие. Я у себя вот этого затекания не увидела, у меня такого не происходит. Поэтому у меня просто блеск, который мне понравился. Для меня в нем минусов нет. Интересно, что они вот для этой партии изменили одушку. У меня просто были блески, которые прям от шик так тропически пахли, как манго с кокосом, какой-то еще был ароматик. Вот у прошлогодней лимитки летней там был другой аромат. Сейчас это просто легкий цветочный парфюмерный аромат и он впервые. За всю историю моих блесков от бренда шик встречается. До этого были другие варианты. Но в принципе с губ не пахнет, выглядит красиво. Кто хотел ну такого недорогого наверное сегмента даже блеск для губ в трендовом коричневом оттенке можно брать. Я видела, как люди его сравнивали с блесками от роут. По оттенку они и правда мало чем отличаются. У меня от роут нет. Мы можем например сравнить с кем наверное с клоранс 25 оттенок это будет немножечко другая история. Все таки клоранс он более красноватый. так и есть. Видите, клоранс красноватый, шик у нас коричневатый как и должно быть. Кто у меня еще здесь под рукой лежит? Например, вот этот мой любимый позже от худа бьюти тоже будет красноватый. Да, он красноватый. У меня наверное в коллекции ничего подобного коричневого и нет. Тема хорошо, меньше повторов. Движемся ко второму варианту. Последний вариант, который я сегодня хотела показать, это обновленные бальзамные помады от клоранс. Клоранс конечно у нас ребята молодцы. Они недавно обновили свою линейку помады. Там теперь очень дорогие и красивые кейсы в белом красном и золотистом оттенке. У меня они есть две помадки. Они правда очень красиво добротно смотрятся. Сами кейсы тяжеленькие. Ну и помады у них очень хорошенькие. Сейчас вышли вот такие бальзамные варианты. Там не так много оттенков. Я себе выбрала оттенок 06. По-моему называется он фига. Это один из самых ярких оттенков. Видите в стике он даже такой темно достаточно выглядит. Вот давайте теперь посмотрим как это на губах. Наносится просто тоже как масло. Как сказка. Так комфортно. Вот такой вариант. На лето подойдет. Такой достаточно яркий под какое-то летненькое платье. Конечно с зелеными тенями сюда не особо подходит. Хочу сказать просто по текстуре что наносится просто как масло. Скользит прям по губам. Губам очень комфортно очень приятно в этом бальзаме. Мне прям супер понравился. Пахнет тоже приятно сладкими ягодами. Вот что еще приятно стик и выкручивается и закручивается. Не каждая бальзамная помада этим может похвастаться. В общем Clorans тоже молодцы. Ставлю твердую пятерку за эту бальзамную помаду. Может быть вы тоже такое любите чтобы было сияние увлажнения чтобы волосы не прилипали. Это все тут конечно же также есть. Наверное на сегодня мы закончили. Вроде бы все что я хотела я вам сказала показала. Друзья последний кусочек не записался поэтому записываю другой день. Спасибо что были со мной. Спасибо что посмотрели это видео. Пожалуйста не забывайте про мои социальные сети внизу. Все ссылочки будут в описании. А на сегодня это все. Всем пока.